давайте поговорим о чернилах о том что неизменно нужно каждому художнику часто рисуют маркерами о том что может действительно сэкономить большую сумму денег это вот такие бутыльки потому что чернила это то что всегда пригодится когда вы используете часто любой цвет именно чернила вас выручают чтобы не покупать каждый раз новый и новый маркер поэтому давайте сегодня поговорим о них я пробовала три бренда чернил touch и скетч маркер и копики сегодня расскажу вам о каждом из них на начнем мы с того бренда которым я пользуюсь чаще всего это копики итак мой самый часто используемый бренд это копик потому что именно этими маркерами я рисую видите что здесь есть два варианта бутыльков это новые старые мы немножко позже поговорим про разницу сейчас хочу обратить ваше внимание что все абсолютно чернила всегда когда вы покупаете должны быть запаяны вот такую пленочку которую вы отдираете и тем самым открываете маркер так происходит абсолютно всегда если у вас не запаянные маркер не запаянные чернила то есть вероятность что он будет немножко не долить я уже сталкивалась с таким когда такой своеобразный брак и производители признают это чаще всего и возвращают вам либо деньги либо сумму потому что если вы поставите маркер и просветить это вы увидите что там сильно недолита понятное дело что он должен быть до самых краев всегда налит но при этом хотя бы там чтобы в 24 миллилитра из 25 должно быть и так со всеми это тоже нужно знать второй аспект когда мы говорим о копиках старой упаковки сейчас найти очень сложно разница в первую очередь в объеме здесь 25 миллилитров здесь 12 они меньше стоимость одинаковая примерно но сейчас вы знаете что стоимость меняется поэтому не имеют они никакого смысла говорить могу лишь сказать что в свободной продаже вы скорее вот такие такие нужно уже выискивать но именно таких у меня большинство потому что первых я давно их покупаю и вторых когда я узнала о перевыпуске я постаралась купить максимально много вот таких больших бутыльков потому что я много рисую и даже такие у меня заканчиваются а еще разница в наконечнике здесь в новых бутыльках у нас достаточно длинный вытянутый наконечник удобнее вливать маркер чернила маркер если вы достаете кончик мы поговорим в отдельном видео о том как заправлять маркер но если вы любите доставать кончики заливать много это удобный вариант здесь покажу вам на более заканчивающимся чтобы ничего не обляпать здесь такой он более тонкий короткий мне все равно достаточно удобно я привыкла к этой форме мне нравятся эти бутыльки они абсолютно ровны хорошо стоят то есть вы легко можете их поставить в какую-то пробку вот так рядами и они будут стоять на самом деле вот если говорить об этих тоже довольно удобно для хранения занимают не очень много места всегда у маркеров у копиков написан сверху номерок как у новых так и у старых а это номер который совпадает с номером маркер то есть вы смотрите вот у вас например маркер его номер rv25 и вы просто находитесь чернила покупаете с точно таким же номером это идеальная пара они идеально сочетаются один свет здесь также есть небольшие отметки по миллилитру с одну в новом упаковке в новый и в старый тоже есть такое существуют разные теории сколько нужно справлять маркер я скажу честно заправляю всегда по мурашкам просто потому что у вас может быть более сухой менее сухой маркер знает я не ориентируюсь еще одни чернила это скетч маркеры у меня их очень мало потому что маркеров мало буквально мне есть наверное штучки вот 4 здесь 20 миллилитров чуть меньше чем в старой упаковке копик чуть больше чем в новый сверху не написаны номера но номера написаны вот здесь вот а по штрих кодом написан номер и цвет как называется тоже довольно удобно здесь есть разметка по миллилитрам при этом здесь 20 миллилитров упаковка больше то есть разметка до 22 это значит что не пугайтесь если они приедут сильно какие-то как будто недолитые я с таким сталкивалась потому что они изначально упаковка больше чем должно быть миллилитров тоже их удобно хранить просто поставить рядышком занимают не очень много места мне не нравится что не написан сверху номера но тоже это не критично наверное просто не очень удобно здесь смотреть и третий бренд это тачи здесь также как и скетч маркер 20 миллилитров здесь также как в копиках написан сверху номер что очень удобно но для меня это самые любимые чернила для заправки потому что очень тугой бутылёк и чтобы их выдавить нужно прям реально давить и это сложно некоторые цвета прям совсем тугие и мне не хватает даже сил как-то несколько капель вытащить поэтому честно говорю что когда нужно заправлять маркер touch я просто страдаю у меня рука устает и я стараюсь максимально максимально сделать процесс быстрым и редким потому что это сложно и вторая особенность у этих чернюк уровне не нравится если вы посмотрите видно что маркер чернила расширяются к концу я думаю что это сделано для того чтобы он был устойчивый но на деле я не фанатка этого решения потому что рядом вы их вот так вот поставить уже сложнее будет они будут занимать больше места потому что здесь они снизу толще а сверху тоньше и поэтому я не очень люблю это решение но опять же все на любителя в принципе тоже хорошие чернила мой главный недостаток моя главная претензия что очень тугой бутылёк опять же есть разная информация сколько бутылка хватает на заправку чернил я никогда не обращала на нее внимание понятное дело что для разных маркеров будет по-разному какие-то маркеры впитывают больше чернил потому что у них больше резервуар какие-то меньше чернил я просто заправляю когда маркер чувствую что он подсох при этом можно перезаправить маркер при этом можно делать какие-то заливки и быстрее потратиться чернила но в любом случае если вы посчитаете купить бутылёк чернил гораздо выгоднее чем новый маркер маркер в среднем даже если стоил раньше 500 рублей то бутылёк чернил стоил 700 рублей а вот такого бутылька хватает очень надолго у меня заканчивались буквально самые популярные цвета когда фон я заливала и при этом это действительно более выгодно когда вы покупаете маркер в котором можно поменять кисти можно заправить его чем когда вы покупаете просто одноразовый маркер который когда закончился вы можете только выкинуть в таком случае действительно это окупаемая более вещь чернила это то что нужно действительно использовать они позволяют вам сэкономить деньги а когда мы говорим о маркерных маркерных работах маркерных рисунках то это дорогое удовольствие маркеры это дорого чернила это дорого но при этом чернила очень экономят деньги вот правда да нужно вложить чтобы купить их все но с другой стороны по крайней мере мне приходится постоянно бегать в магазине покупать недостающие цвета поэтому я надеюсь что это видео было интересным и полезным пишите в комментариях заправляете ли вы маркер свои еще как относитесь к чернилам что вы делаете с маркером когда он закончился заправляете или выбрасываете и какие предпочитаете если пробовали чернила какие из этих всех какие может быть вы пользу используете те которые я не показала и просто жду ваше мнение в комментариях спасибо большое за просмотр